МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Темой этой недели стало празднование главного профессионального праздника оленеводов и чумработниц День оленя. Торжества прошли по всей Ненецкой тундре, а завершились в сельхозкооперативах Заполярии и Путилича. В последнем побывала наша съемочная группа. Бригады этого колхоза сегодня выпасают стада недалеко от Амдормы, в районе реки Великая. Оленеводы 1, 5 и 6 бригад отметили профессиональный праздник вместе с почетными гостями, которые специально прибыли в стойбище из Наринмара. В окрестности реки Великая бригады кооператива Путилича приходят в начале июля. Отсюда недалеко до моря, а значит оленям будет прохладно. Здоровье стада – главная забота пастухов. Чтобы животные не уставали, пастбище выбирают ровные и богатые ягели. Нынешнее лето выдалось тяжелым как для людей, так и для оленей. Из-за аномально высоких температур стада старались держать ближе к водоемам. Несмотря на погодные условия, пастухи довольны упитанностью оленей и сохранностью поголовья. Сегодня в стадии хозяйства насчитывается 20 тысяч голов. Хороших производственных показателей, по словам бригадира хозяйства, удалось добиться и благодаря механизированному выпасу. Раньше ненецкие оленеводы дивились норвежским и финским привычкам пасти оленей на технике. А сегодня сами ее используют. Зимой снегоходы, летом квадроциклы. Но все же главный показатель успешности хозяйства – труд каждого члена кооператива. Путь Ильича – одно из немногих хозяйств, где нет кадрового голода. Молодежь в оленеводы идет, благодаря поддержке округа, хозяйства и семьи. Оленевод чужих жил, им много не надо было. Чум есть, дом есть, кушать есть. Много не надо. Привыкают к хорошему, быстро портятся люди. Даже сейчас у нас округ социально ориентированный. Людей портим, на военный пункт работать людей не можем найти. Это сколько людей. Еле набираем бригады. Безработицы получают всякие там леготы. Сидеть без работы не в правилах оленевода, да и не позволяют олени. За ними нужно следить 365 дней в году. Даже в день оленя, когда мужчины и женщины соревнуются в ловкости и силе, дежурный всегда у стада. О привязанности пастуха к своей работе можно судить и по гонкам на оленях упряжках. Если он знает каждого рогатого и умеет правильно поставить их в упряжи, первое место обеспечено. Тщательно подготовленная упряжка. Нужно, конечно, подобрать самых сильных. И нужен очень хороший, сильный передовой. Женщины держат хорей не хуже мужчин. Когда надо, сами садятся в нарту и едут за дровами и водой. Роль женщины в тундре самая ответственная – обеспечивать бесперебойную работу бригады пастухов. Мы уже говорили о том, что есть большие коллективы, маленькие коллективы. На мой взгляд, чем меньше коллектив, тем сложнее в нем находиться, тем сложнее им управлять. И здесь очень велика роль хозяйки чума – женщины. Поэтому вас позвольте поздравить отдельно с этим замечательным праздником. И пожелать, чтобы в чуме всегда была добрая, теплая, очень вкусная атмосфера. Чтобы чумоработницам было, из чего сварить суп, а оленевод получал доход от продажи мяса, в регионе действует система субсидий. При грамотном распределении, выделенной средства, хозяйство может инвестировать в модернизацию производства. В ноябре 2015 года СПК «Путь Ильича» при поддержке администрации округа запустил современный убойный комплекс. Он позволяет заготавливать мясо независимо от погодных условий. В связи с потеплением убойную компанию приходилось проводить не в ноябре-декабре, как раньше, а переносить на январь-февраль. К тому времени оленей сильно теряли в весе, и выход мяса получался ниже. Теперь есть возможность вести стадо на убой сразу после осенней кормёжки, когда их вес достигает максимальных показателей. Быстрая обработка туши на одного оленя в среднем уходит не больше пяти минут, даёт мясо высшего качества. Мы должны сделать так, чтобы профессия оленевод или само слово оленевод и то понятие, которое в него вложено, оно должно вызывать у человека гордость. Оно такую планку высокую должно нести, как оно и раньше, кстати, было. Я застал ещё и начал работать в конце 80-х годов, когда оленевод, приезжая в посёлок, подходя к магазину, он был самым уважаемым человеком, потому что он считался самым обеспеченным. По итогам отраслевого соревнования путь Ильича признан лучшим хозяйством в округе. Призовые места получены и в конкурсах среди бригад и бригадиров. Как правило, достичь высоких производственных показателей удается тем колхозам, где слово «оленевод», как и десятки лет назад, звучит гордо. Валентина Чебичек, Владислав Носкин, Телеканал «Север». Харягинская СРП сменила оператора. Компания «Тоталь. Разведка. Разработка. Россия», дочерняя структура концерна «Тоталь» передала 20% своей доли участия в соглашении о разработке и добыче нефти на Харягинском месторождении, на условиях раздела продукции и функции оператора дочерней компании «Зарубежнефти» «Зарубежнефть. Добыча Харяга». С 1 августа доли участников распределились следующим образом. Статуил «Свелиги Харяга-Эйби» 30%, «Зарубежнефть. Тоталь. Разведка. Разработка. Россия» и «Зарубежнефть. Добыча Харяга», взявшая на себя функции оператора по 20%, и «Ненецкая нефтяная компания-10». Государственная компания «Зарубежнефть» – давный надежный партнер округа. Помимо участия в Харягинском СРП, компания реализует на территории НАО еще два проекта. Речь о дочках «Зарубежнефть» – российско-вьетнамском «Русьветпетра», являющемся нашим крупным недропользователем, и «Арктикморнефтегазразведки», добывающий на острове Колгоев. Высокая производственная культура компании и ее богатый опыт добычи в Арктике дает основания рассчитывать, что поступления от Харягинского СРП в бюджеты страны и округа будут сохранены, а сокращение сдержек производства повысит его эффективность, сказал глава региона Игорь Кошин. Харягинское СРП – один из трех действующих в России проектов, реализуемых на основе соглашения о разделе продукции. Оно вступило в силу в январе 1999 года. Сторонами соглашения являются государство в лице Министерства энергетики России, администрация Ненецкого автономного округа, а также инвесторы. Борьбу за депутатский мандат в Госдуме от Ненецкого округа продолжат только депутаты от политических партий. Трое самовыдвиженцев выбывают из предвыборной гонки. Об этом в программе «Актуальное интервью» на телеканале «Север» рассказал председатель избирательной комиссии Ненецкого округа Георгий Попов. Если у нас на сегодняшний день шестеро кандидатов, выдвинутых политическими партиями, уже представили документы и они уже зарегистрированы, то до вчерашнего дня мы ждали кандидатов, которые решили идти на выборы в порядке самовыдвижения. Таких кандидатов, напомню, у нас трое. На сегодняшний день они имеют статус выдвинутых кандидатов. И вчера один кандидат документы на регистрацию не представил, двое других кандидатов представили неполные пакеты документов. Напомню, что кандидатам, которые идут на выборы в порядке самовыдвижения, им необходимо собрать для поддержки своего выдвижения не менее трех тысяч подписей избирателей нашего региона. Ну, таким самым, насколько я понимаю, кандидатов у них не получилось собрать, немножко не рассчитали, может быть, свои силы или какие-то иные есть причины. Но, тем не менее, на сегодняшний день избирательная комиссия должна собраться на свое заседание и на заседании принять решение об отказе в регистрации кандидатам, которые решили идти на выборы в порядке самовыдвижения. Отмечу, что самовыдвиженец Мария Полякова заручилась поддержкой только 667 земляков. Владимир Кисляков и Максим Малышев подписи в избирком Ненецкого округа не предоставили. Таким образом, удостоверение кандидатов в депутаты Государственной Думы седьмого созыва получили только кандидаты, выдвинутые от политических партий. Кандидат от Коммунистической партии Коммунисты России Алексей Лебедев, от ЛДПР Андрей Смыченков, от КПРФ Александр Саблин, от Единой России Сергей Коткин, Виктор Шустров, кандидат от партии Справедливая Россия и Наталья Салуянова, кандидат от партии Родина. Напомню, выборы в Госдуму седьмого созыва пройдут в единый день голосования 18 сентября по смешанной системе. Половина из 450 депутатов будет избираться по партийным спискам, половина по одномандатным округам. Один из одномандатных округов, номер 221, самый небольшой в стране по численности избирателей, представляет собой территорию Ненецкого автономного округа. Пейте, дети, молоко, будете здоровы! Теперь и дети деревни Андик могут насладиться свежим молочком местного производства. Бизнес-проект сельского предпринимателя Андрея Вотинова по открытию мини-фермы получил окружную финансовую поддержку в рамках конкурса грантов для начинающих предпринимателей. На средства гранта молодой бизнесмен уже приобрел и доставил в деревню двух коров холмогорской породы, а также корма, доильный аппарат и все необходимое оборудование. Как обживается на новом месте буренки, выяснила наша съемочная группа. Подробности в рубрике «Сельсовет». А все-таки отличается деревенское молочко от покупного. Впервые за 10 лет у жителей деревни Андик появилась возможность приобрести молочную продукцию собственного производства. В мае 2016 года бизнес-проект сельского предпринимателя по открытию мини-фермы в деревне Андик получил окружную финансовую поддержку в рамках конкурса грантов для начинающих предпринимателей. Сегодня подсобно-фермерское хозяйство деревни, которое организовал предприниматель Андрей Вотинов, ежедневно обеспечивает жителей 20-30 литрами молока в день. Ранее молочную продукцию сельчанам доставлялось исключительно из окружного центра. Для разведения поголовья крупного рогатого скота Андрей Вотинов вместе с братом и по совместительству напарником Сергеем Марковым приобрел и отремонтировал помещение вместительностью до четырех голов взрослых животных. В этом же помещении будет храниться корм, который заготавливается в период сенокосной кампании, которая сейчас в самом разгаре. В дальнейшем молодой бизнесмен планирует расширять производство. Выход предприятия на полную мощность повлечет создание новых рабочих мест для жителей Андига. В августе у нас сейчас будет строиться помещение более большое, порядка 50 квадратных метров, помещение коровника, чтобы зимой уже будет там содержаться. Это у нас так, летний вариант в принципе. Будем модульного типа делать. Будет большая голова, будем пристраиваться, будем дальше делать. Чаинка и цепь. Такие имена дали буренкам в Ненецкой агропромышленной компании, откуда их привезли чуть больше трех недель назад в Андиг. Сейчас буренки проходят адаптационный период и приносят всего 20-30 литров молока с двух доек. Поэтому новые хозяева предоставили им, прямо сказать, курортные условия. Вольготные выгулы, иногда за 8 километров от деревни, вкуснейшая, наисвежайшая травка и любящие трепетные отношения при дойке. Пригоняешь, когда корова, она должна отдохнуть немножко перед дойкой. Потом загоняешь, даешь сено. Это мыть обязательно вымя, теплой мыльной водой. Потом еще нормальной водой промыть, соски обработать специальным вазелином, чтобы нормально доелось. Сдаиваешь перед этим, перед тем, как длинь обратно делать, после этого, когда ее не само происходит. Эти знания больше 10 лет назад Сергей получил в Нарьинмаре в Ненецком аграрно-экономическом техникуме. По профессии он зоотехник. Как признается сам молодой человек, некоторые лекции пришлось вспоминать. Но в целом, как теоретические, так и практические навыки пригодились ему на новом поприще. И пусть сегодня обеспечить молоком получается не всех желающих, показатели радуют. Попадает молоко на стол андикчан благодаря специальному аппарату, который был закуплен на средства гранта. Но существуют и некоторые сложности по обретению всего необходимого для ведения сельскохозяйственной деятельности в условиях Крайнего Севера. Расскажите, пожалуйста, поподробнее, как работает аппарат. Да и на аппарат класс «Дуэшка» работает. Вакуумная установка создает вакуум. Это стаканы одеваются новыми, молокопровод по нему поступает молоко в бидонцы. Сам процесс происходит очень быстро. Работает 220 вольт. Но единственное, заказывать их только можно в России. У нас их не продают и не выпускают. Также при заказе таких аппаратов нужно думать, что заказывать запасные части какие-то к ним обязательно. Потому что если что-то сломается, то заказывать это время, это деньги. Занимает недели-две примерно. Если он сломается, то станет процесс. Это 3-5 вручную. Коровы, тем более, к машинам надо ени. Также комбикорма тоже нужно заказывать. Остальные корма к ним. Соли специальные, чтобы они пили водой больше. С препаратами у нас проблемы здесь. Здесь тоже как бы ветеринар один на два поселка. Хорошо, что женщина здесь живет. Работает ветеринар. Наша ферма помогает еще. После дойки молоко в обязательном порядке процеживается. И уже после этого разливается по личным емкости покупателей. Делается это прямо перед покупателем. Чтобы видеть, что молочко хорошее и чистое. По словам предпринимателей, продукцию хвалят. Говорят, что молоко жирное, простокваша получается хорошая. В основном продукция предназначена для реализации населения деревни. А это 180 человек. По словам главы муниципального образования Валентины Абакумовой, в перспективе ферма сможет обеспечить молоком собственного производства всех жителей Андиго. А также школу и детский сад. В рубрику «Стоп-кадр» на этой неделе попала сфера здравоохранения. Ненецкая окружная больница активизировала работу по привлечению в регион медиков. Учреждение выставило для потенциальных соискателей из округа и других субъектов России более 100 вакансий. Регион нуждается в специалистах по УЗИ, лучевой диагностике, акушерогинекологах, педиатрах, лоре, а также среднемедицинском персонале. Необходимы сегодня врачи и в сельских медучреждениях. Так, в Великовисочной участковой больнице требуются фельдшеры. Особенно в летнее время, когда сотрудники уходят в отпуска. К слову, отсутствие кадров не единственная нужда учреждения. А мне здесь вполне нормально. Я тоже человек деревенский, в деревне выросший, так что мне на селе никаких неудобств я не чувствую. Единственное, что меня не устраивало первое время, то, что нет дорог. Нужно зимой по льду, летом по речке нет дорог. А так, в принципе, здесь все устраивает. Климат немножко, конечно, другой. Руслан Бакшеев приехал в деревню сразу после окончания Котловского медицинского техникума. Как молодой специалист, приехавший работать в сельскую местность, начинающий фельдшер получил один миллион рублей, которые вложил в собственное дело. Три года активной деятельности в сельской больнице дали понять. Работа нравится, не радует только условия труда. В первую очередь ремонт, чтобы было тепло, чтобы хотя бы с виду, чтобы было здание приглядное. А то вот вы видели, как подходите, сразу видно. Организации и другие, допустим, Дом культуры, такое кирпичное здание, баннер такой большой, красиво все. А как в больнице подходишь, как я с Тошевской больной привез, она говорит, у меня сейчас сразу давление, наверное, поднимется, как я эту больницу увидел. Здание действительно неприглядное. Выцветший фасад, отходящий цоколь, на каждом этаже просевшие двери. По словам главного врача больницы Ольги Зверевой, каждую весну здание топит, а на устранение последствий паводка денег нет. Нет их и на элементарный косметический ремонт. Потолки и стены не красили с 2006 года. Как оказалось, в здании участковой больницы масштабный капитальный ремонт не проводился с момента открытия 1973 года. Престоль захудалом в внешнем виде оснащение медучреждения современное. Стоматологический кабинет, переносной УЗИ-аппарат, аптека Ненинской формации, где есть все жизненно важные препараты. К тому же в прошлом году больницу перевели на центральное отопление и водоснабжение. Как пояснили в профильном департаменте, капитальный ремонт больницы ожидается в 2017 году. В феврале-марте этого года по просьбе департамента здравоохранения, труда, социальной защиты департамент ЖКХ и строительства Ницкантонного округа силами центру и заказчика провел технический осмотр и комплексное обследование здания. Мы готовимся данную больницу ставить на капитальный ремонт. В 2016 году капитального ремонта в Великой Источной больнице не будет. Это перспектива 2018 года. Вот так мы сейчас говорим. В 2016 году у них возможность есть, денежные средства есть, провести текущий ремонт. По словам Александра Балабона, средства на текущий ремонт изыскивает сам руководитель из бюджета больницы. Некоторые учреждения закупают материал и делают ремонт своими силами. Пока наша съемочная группа беседовала с главным врачом, в больницу с наболевшим вопросом обратилась жительница Тошийский. На период отпуска фельдшера жители деревни почти на два месяца остались без минработника. Его заменяют сотрудники Великой Источной участковой больницы. Раз в неделю по пятницам на лодке приплывает фельдшер и ведет прием. Весь июль стоит хорошая погода, поэтому препятствий не было. Но был случай в конце июня, когда у ребенка поднялась температура 39,5. Доктор отсюда выехать не мог, потому что шторм. Хотя было предложено вот этим людям, а вы бы не могли приехать, вот слова буквально, а вы бы не могли приехать, привезти ребенка сюда, в диску. Пенсионеры ходят почти каждый день, спрашивают, вот когда к нам все же фельдшер вздумает, надумают нам фельдшера послать в деревню. Сегодня в Тошийске проживают в основном пенсионеры. Есть дети, в том числе три грудничка. Светлана Безумова говорит, что люди живут как на пороховой бочке. Ведь чтобы добраться до Тошийски, фельдшеру необходимо проплыть 25 километров по реке и 2 километра пешком. Это занимает не один час времени. В профильном департаменте сообщили, сегодня идет поиск сотрудника, который приедет работать в Тошийску до выхода из отпуска местного фельдшера. Завтра конкретно человек, который у нас планируется на замену на целый месяц, на период отсутствия основного работника, который у нас находится в грудовом отпуске. Завтра в 10 часов дня мы с ним встречаемся. Встреча у нас была вчера. Он должен нам сказать окончательное свое решение, то есть согласие. Поедет он на работу в Тошийску или нет. Если он на работу едет, значит 4 числа я буду в Тошийске вместе с работником, который там будет работать. Надеюсь, что нам скажут да. По словам Александра Балабона, сегодня не каждый специалист поедет работать в деревню. Специфика сельской жизни дает о себе знать. Новому сотруднику предоставят жилье и обеспечат всем необходимым, чтобы жители Тошийски получали полноценную медицинскую помощь. В конце недели мы созвонили с депутатом Великовисочного сельсовета в Тошийске. Светлана Безумова сообщила. В деревню до 4 сентября приехал фельдшер и поблагодарила всех, кто остался неравнодушен к проблеме. На этом все. Это была программа «Итоги недели». Мы остановились на основных темах и новостях, которыми ознаменовалась прошедшая неделя. Вся подробная информация о событиях, которые происходят в округе, есть на нашем сайте по адресу www.trk.sever.ru. До встречи через неделю. Редактор субтитров А.Семкин